Время новостей на канале 12. Меня зовут Виктория Пименова. Здравствуйте. И коротко о главном сегодня. Это страшное слово «оптимизация». Планируемое объединение двух школ искусств города вызвало открытое недовольство родителей и преподавателей одной из них. Ситуацией разбиралась Анастасия Хаткова. Конкурс на масштабный ремонт дорог картами состоялся в Череповце. Эти работы коснутся всех районов города и станут самыми крупными по объему в 2015 году. Подробности расскажем на Первом городском. Танцовщик из Череповца Тимофей Пименов прошел отбор на шоу «Танцы» на федеральном канале. Как воспитанник Череповецкой танцевальной школы покорил строгое столичное жюри, расскажем на Первом городском. Письмо мэру города с просьбой о помощи направили родители школы искусств в гармониях. Они не согласны с решением объединить их с детской школой искусств. Такую реорганизацию сейчас обсуждают в Управлении культуры Череповца. Ведомства уверяют, что это не ухудшит качество образования детей. Подробности выясняли наши журналисты. С этим произведением Демьян Чебоксаров будет выступать на региональном конкурсе. Лауреат многих премий Демьян оттачивает свое умение в школе искусств гармонии, где учится уже три года. Все это время его обучает заслуженный педагог Ирина Котенко. В школе искусств гармонии она уже полвека, поэтому вопрос о соединении учебных заведений в рамках оптимизации задел ее до глубины души. Я понимаю оптимизацию тогда, когда где-то что-то плохо, укрупняется, присоединяется. А когда к такому учреждению, как наше, и идти куда-то в год, как нам объяснили, нам это очень неприятно. И потом нет никаких на то причин. Тема присоединения гармонии к детской школе искусств обсуждается с начала сентября. Родители приняли такое решение в штыки. Куда денутся конкурсы, которые проводились с инициативой этой школы? Куда денутся дети, которые там выступали? С кем они будут заниматься, если уйдут преподаватели, которые тоже против реорганизации? Мы уже сюда достаточно долго ходим. Знаем педагогический коллектив, знаем, какая здесь существует атмосфера. И вот здесь встает вопрос, а будет ли это все снова? Таким же вопросом задаются родители еще 600 воспитанников. Педагогов эта проблема также волнует. Директор школы боится, что гармония потеряет свой статус и имидж. У школы очень много перспектив, поэтому мы не согласны быть безликой точкой, филиалом чего-либо учреждения. В управлении культуры спешат успокоить родителей. Их опасения напрасны. Изменения лишь незначительно коснутся административного состава и названия школы. На работе педагогов, а уж тем более на образовании детей, это не отразится. Ведь это же не рейдерский захват. Понимаете? То есть мы должны взвешивать. У нас не может быть капризов таких. Не буду и все. Мы же не дети. Мы понимаем реальную обстановку, что этого требует сейчас наша экономическая ситуация. До 1 октября специальная комиссия будет обсуждать присоединение школы гармония к детской школе искусств. Специалисты должны подобрать вариант оптимизации, который не повредит воспитанию юных дарований. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости. Аукцион на ремонт дорог картами в Череповце все-таки состоялся. Улицы города поделили между собой две дорожные организации. Выбоины и Ямы подрядчики должны залатать до ноября. Напомним, ранее торги несколько раз были сорваны. Желающих взяться за работу не было. Очередной аукцион был успешен. И теперь компания «Череповец Дорстрой» займется реконструкцией 23 улиц общей площадью 58,5 тысяч квадратных метров. Среди них Максима Горького, Набережная, Советский, Октябрьский проспект, Металлургов. Стоимость контракта 43 миллиона рублей. Еще 16 улиц, в частности Первомайскую, Краснодонцево, Олимпийскую, отремонтируют районная дорожная служба. Чтобы привести в порядок 27 тысяч квадратных метров, полотна городу придется заплатить почти 20 миллионов рублей. Сроки определены, да, по контракту сроки, по срокам работы должны быть выполнены до ноября месяца. Но в зависимости от погодных условий, подрядчик планирует выполнить более ранние сроки, чтобы не дожидаться отрицательных температур. Работы уже по первому контракту были начаты. Это в частности улица Кирилловская. Кирилловское шоссе начали ремонтировать в эти выходные. Расписание новой цены на проезд в общественном транспорте вступят в силу через 10 дней. Сегодня в газете «Речь» был опубликован официальный документ. В постановлении мэра указаны изменения, которые определяют стоимость проезда для череповчан, как имеющих, так и не имеющих льготы. Итак, с 1 октября проезд в городском автобусе будет стоить 23 рубля. В трамвае за поездку придется заплатить 21 рубль. При этом предусмотрена льготная цена проезда в 19 рублей. Во столько обойдется передвижение и в автобусе, и в трамвае людям, которые относятся к специальному перечню. Среди них ветераны труда и военной службы, реабилитированные и пострадавшие от репрессий, участники боевых действий, дети войны, инвалиды и блокадники, чернобыльцы и многие другие. Всего в перечне 40 категорий граждан. Вместе с тем, пользоваться общественным транспортом можно и по проездным билетам. Купить такой студенты смогут за 909 рублей, школьники за 682 рубля, льготники за 900 рублей. Сотрудникам предприятия и проездной для поездок на автобусе обойдется 2070 рублей и 1890 рублей для перемещения на трамвае. Расписание движения автобусов на дачное причало изменилось с сегодняшнего дня. Общественный транспорт, следующий до остановки 8 причал, пойдет по новому графику. Как сообщили в мэрии, 34 маршрут с отправлением от улицы Олимпийской будет делать 8 рейсов в прямом и обратном направлении. Первый выезд 7.20. Еще через 20 минут от остановки улицы Первомайская стартует автобус номер 200. На этом маршруте предусмотрено 8 рейсов до остановки дачи Конечная. В будни и еще 4 выезда в пятницу, субботу и воскресенье. Также изменяется расписание движения автобусов по маршруту номер 207. С понедельника по четверг от Красноармейской площади, начиная с 8 утра, будет совершаться 8 рейсов. А с пятницы по воскресенье расписание останется прежним. Более подробную информацию об изменениях движения автобусов на дачное массиво вы сможете найти в ленте новостей на сайте 35media.ru. Именно на даче люди спасаются от городской суеты. Но на улице значительно похолодало, дни становятся короче, солнце все меньше и многих начинает одолевать осенняя депрессия. Чтобы поговорить о ней и о том, как ее избежать, мы пригласили в студию Ларису Волохову, медицинского психолога. Лариса Александровна, что же такое осенняя депрессия и чем она выражается? Следует разграничить понятие осенняя депрессии на депрессию и осеннюю хондру. Депрессия – это заболевание, характеризующееся наличием симптомов депрессивных, которые требуют назначения лечения. А осенняя хондра – это явление распространенное. Ведь мало кто любит, когда нет солнышка, идут проливные дожди, сырость, холодный ветер, когда наступают простуды. Да, наверняка мало кто это любит. А кто больше подвержен хондре? Осенний хондре подвержены больше всего люди пожилого возраста, так как они более метеочувствительны и страдают повышением артериального давления. Также осенний хондре подвержены боли женщины, так как они более ранимы, чувствительны к средовым влияниям. Лариса Александровна, а возможно ли избежать такого состояния или как уменьшить, ослабить вот такое влияние природы на нас? Конечно, возможно. Существует несколько шагов, как преодолеть осеннюю хондру. Шаг первый – это добавить света и цвета в свою жизнь. Шаг второй – это закаляться и принимать витамины. Шаг третий – жить активной социальной жизнью, загрузить себя по полной программе, что называется. Шаг четвертый – иметь любимое хобби и заниматься любимым делом. И шаг пятый – прежде всего почаще улыбаться, носить яркую одежду, общаться с друзьями, творить добро и вообще иметь позитивный настрой. Он – основа всего. Скажите, пожалуйста, Лариса Александровна, а что касается детей, они тоже подвержены вот такому состоянию хондры? Тем более, что сейчас осень, у них наверняка идет адаптационный период после лета. Ну, конечно, как любые дети, естественно, они подвержены осенней хондре, так как был период больших каникул и опять начался учебный год. И прежде всего для ребенка важна безопасная среда. Это важный защитный фактор, предотвращающий возникновение любых проблем. Большое спасибо за ваши рекомендации. Это была Лариса Александровна Волохова с советами, как справиться с осенней хондрой. Но избежать осенней хондры помогают и танцы. В эти выходные многим поднял настроение танцовщик из Череповца Тимофей Пименов. Он прошел отбор на шоу-танцы на федеральном канале. Полностью выступления не показали, однако реакция всех членов жюри была однозначной. Это и в танцах. Сегодня мы решили узнать, как артист начинал свою карьеру. Тимофей рус с непоседой и озорняком. Веселый и обаятельный. Он всегда, вольно или невольно, стремился быть в центре внимания. Именно так о нем говорят все, кто его знает. А мир танцев для Тима открыла мальвина. Тянуть носочек, слушать ритм, держать ровно спину. Эту науку он начал постигать с шести лет. Однако бального танцора, чему учили в этом коллективе, не получилось. Хотелось чего-то другого. На пару лет он сменил танцевальный класс на спортивный бассейн. Но желание танцевать снова привело на сцену. Когда Тимофей пришел на занятия, ему, прежде всего, понравилось, ну, пришел на брейк-данс. Я видел уже парень сам по себе интересный, творческий очень. У него поток такой энергии положительный, просто из него иссякает. И ему этого мало уже, на какой-то период времени мало. Именно в хобби он научился азамбалета, народного танца, джаз-модерна, современной хореографии, актерского мастерства. И в 2010 году успешно сдал экзамены. И получил диплом об окончании школы-студии. Но покорить большие вершины и большие сцены все равно хотелось. Любые проекты, которые проходят на канале, на центральных каналах, они, конечно же, дают какой-то шанс стать или как-то вспыхнуть звездой. Потому что тебя все-таки смотрят миллионы людей. Не только у нас здесь, в России, но они смотрят. Но самое понятное, что это большая аудитория, большая очень аудитория. То, что тебя знали здесь черепа цвета, хорошо. То есть у тебя будет знать уже вся страна. 16 лет после окончания школы он преподает современную хореографию и учится на хореографическом факультете в Московском госуниверситете культуры и искусств. Как рассказал сам Тимофей, участие в большом танцевальном проекте стало для него и большой удачей, и большим испытанием. Ну? Ой, напереволновался я. Ну действительно, что такое? В конце время какая-то каша была. Каша, каша, да? Но Мигелю понравилась твоя каша. По эмоциям. Это главное было по эмоциям что-то передать. Я так за это переживал. В итоге думаю, господи, что я делаю? Ты что, не то делаю? Уже что-нибудь делать? Но в конце пойму. Отметим, что танцы – это самое масштабное танцевальное шоу в стране. Второй сезон стартовал в конце августа. Заявки на участие в предварительных кастингах прислали более 10 тысяч человек из 150 городов. После отбора определятся 310 лучших. Из них жюри выберет 24 человека, которые будут сражаться за наши зрительские симпатии. И главный приз – 3 миллиона рублей. Вера Кучеренко, Виктория Пименова, Егор Плюснин. Новости. Ну а новости на канале 12 еще не все. Смотрите во второй части нашего выпуска. Шесть человек пострадали в аварии по Череповцун. По дороге в этот доматку столкнулись с 3 автомобиля. Виновник ДТП был пьяный и без прав. В субботу на субботник сотрудники Северсталя навели порядок на территории Череповецкого дома-интерната. Две победы и одно поражение. Все равно на последнем месте в западной конференции хоккейная команда «Северсталь» завершила игры на выезде. Об этом не только после короткой рекламы. Далеко не уходите. Нам есть о чем рассказать. Единственное лицензионное шоу от создателей сериала «Фиксики». Череповец. 27 сентября в 12 часов. Дворец металлургов. Без возрастных ограничений. Новая стоматология. Доброжелательная обстановка, индивидуальный подход. Новая стоматология. Все дело в улыбке. Проспект Победы, 95. Телефон 52-08-32. Две двери покупаешь, третью в подарок получаешь. Шикарные двери. Череповец, Рахи-54. Дача у вас хорошая. А какой банк кредита? Россельхоз. У них пенсионный кредит дают в возрасте до 75 лет. А отдавать как? Так мы на 7 лет взяли с пониженной процентной ставкой. И сын наш шипотик у Россельхозбанки брал. Уже переехал доволен. Сделать то, что вы заслужили, легко. Вместе с пенсионным кредитом от Государственного Россельхозбанка. Возвращаемся к новостям. Шесть человек пострадали в дорожной аварии под Череповцом. Авария произошла накануне, около полудня, на четвертом километре автодороги Череповец-Радаматка. Момент столкновения был снят на видеорегистраторах. Как сообщает областное управление МВД, водитель автомашины «Опель Кадет» допустил ошибку, в результате чего иномарка выехала на полосу встречного движения. Врезалась ВАЗ-2109. В результате столкновения «Девятка» съехала в Кювет, а «Опель» столкнулся с «Ренот Дастер». В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек. Водитель «Опеля» получил рваную рану лица с отрясения головного мозга. Его 27-летний пассажир также получил с отрясения головного мозга. 45-летний водитель «Лада» и трое его пассажиров получили закрытые черепно-мозговые травмы. Кроме того, у пассажирской «Девятки» диагностировали перелом носа, у 43-летнего пассажира ваза перелом плеча. В «Ренот Дастер» никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Опеля» находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортными средствами. В Зашихснинском районе сгорел внедорожник «Тойота Лэнд Крузер-200». Пожар произошел сегодня рано утром. Машина была припаркована во дворе дома на Октябрьском проспекте 84. Вызов пожарным поступил в 4.49. Внедорожник выгорел полностью. Причина возгорания – поджог. Известно, что машина была застрахована, как сообщает областное управление МВД. На место происшествия выезжала и следственная оперативная группа. Специалистам предстоит выяснить личность преступника. К другим темам. Интересы молодежи в районах Вологодчины будут отстаивать уполномоченные. Такой проект губернатора области Олега Кувшинникова сегодня представили члены молодежного правительства области. Глава региона идею поддержал и поручил подвести предварительные итоги в июне следующего года. Я уверен, что обсуждение проблемы молодежной тематики на уровне муниципальных образований, в Совете муниципальных образований, будет как минимум оправданно, а как максимум принесет свой положительный эффект. Как выбрать уполномоченного? Каждый район будет решать самостоятельно. Ожидается, что уже с 2016 года представители молодежи возьмутся за дело. Также в следующем году приступят к работе новые составы молодежного правительства. С сегодняшнего дня начался прием документов для участия в конкурсе «Полномочия ребят», которые работают сейчас, заканчиваются в конце 2015 года. Возможно, часть самых активных членов молодежного правительства сохранят свои полномочия на следующий период. Это позволит завершить уже начатые проекты. В числе успешных примеров «Зеленый регион 35». Он стартовал в конце августа. Главная задача на территории каждого района и города – сформировать экологический волонтерский штаб, который займется решением местных проблем. Череповцу не хватает медсестер, воспитателей и сварщиков. Таковы данные городской службы занятости. Возглавляют список вакансий военнослужащие, но такое бывает нечасто. В большинстве городу требуются представители рабочих специальностей, а также младший персонал в медучреждения детсады. При этом безработных в регионе числится почти 10 тысяч человек. На учете в службе занятости состоят в основном экономисты, юристы, бухгалтеры и менеджеры. Одних смущает зарплата, в других оказываются амбиции. Отсюда и сложности с трудоустройством, говорят специалисты. Даже на предложенное бесплатно переучиться и сразу же получить должность многие не соглашаются. Оставаясь в списках безработных на протяжении нескольких месяцев, а иногда и лет. Но в крупных городах открытых вакансий больше, чем число соискателей. И специалисты считают, что ждать у моря погоды, тем более в кризисные годы не лучший вариант. Правильно будет досконально изучить банк данных и выбрать работу. Не стоит отказываться от интересных вариантов в других городах. В основном медицинские сестры, врачи, водители автомобиля, продавцы продовольственных товаров. Заработной платы более 20 тысяч рублей. Это, конечно же, рабочие профессии, монтажники, каменщики, плотники. Добрым делам даже погода помогает. В минувшие выходные на субботник в Череповецкий дом-интернат для престарелых инвалидов вышли сотрудники компании «Северсталь». Солнечный день располагал не только к физическому труду, но и душевному общению с местными жителями. Подробности у Анастасии Хатковой. Выходной день. Солнце. Легкий ветерок. Шуршание листьев и пение птиц прерывается резкими звуками бензокосилки. Это на субботник вышли представители юридической дирекции «Северстали». Прибирают территорию дома-интерната для престарелых и инвалидов. Косят траву, убирают опавшие листья с дорожек. Погода хорошая. Располагает к физической деятельности. А потом здесь еще люди, которые нуждаются в помощи. Да, сам статус учреждения предполагает помощь. Да, и мы видели, как они на колясках инвалиды, бабушки старенькие. Здесь прогуливаются. И реально, чтобы было все чисто. Дом-интернат встретил гостей радостно. Местные жители за работой участников субботника наблюдали с большим интересом. И в стороне не остались. Развлекали рассказами и даже приглашали на дискотеку. Чистое, красиво, приятно, да. Общение есть какое-то. Потом сегодня сидишь, я не знаю. Сейчас зима, вообще не знаю, что делать. Такие субботники работники Сверстали устраивают часто. Помогают и материально. Но самое главное – общение. Гости в дом-интернат заходят редко. У нас коллектив собрался. Нам очень сегодня повезло с погодой. Мы хотели действительно принести реальную пользу, что-то сделать действительно стоящее и то, что действительно нужно. Собственно говоря, вот этот замечательный дом-интернат нас пригласил позаниматься таким сельхозхозяйственным трудом, что для офисников, кстати, очень полезно. Погода и правда не подвела. Даже в воздухе ощущалась атмосфера взаимопомощи и тепла. Глядя на старания работников субботника, мы решили не оставаться в стороне и тоже внесли небольшой вклад в уборку. Субботник сотрудников юридической дирекции Сверстали – не разовая акция. Впереди еще немало добрых дел, говорят работники. Главное – желание помогать, не быть равнодушным. Для жителей дома-интерната такое общение дорогого стоит. Анастасия Хаткова, Егор Плюснин. Новости. Череповецкий спортсмен Савелий Казаков – чемпион Кубка Нечерноземья по картингу. Медали Кубки семилетний спортсмен заработал сразу в двух классах межрегиональных соревнований. Последний шестой этап гонок прошел в эти выходные в Ярославле. В течение всего сезона команда Череповецкой школы картинга показывала хорошие результаты. Финальное состязание закрепили за сборной лидирующую позицию. Среди соперников наших спортсменов были пилоты из Костромской, Нижегородской, Тверской области, Москвы и Санкт-Петербурга. Команда из Череповца стала по результатам Кубка третьей. Хорошие результаты показали все ее участники. Золото в классе мини-ракет и бронзу в классе микро завоевал Савелий Казаков. 18-летний Алексей Купцов стал первым в классе «Ротакс-Макс». Его одноклассник Кирилл Гурьев стал третьим. Максим Трешин привез домой золото, а Павел Гурьев – серебро. Отметим скорость картов, которыми управляют маленькие гонщики, порой достигает 100 км в час. Я завоевал вот этот кубок в мини-ракет за первое место, потому что я в мини-ракет занимал всегда первое место, я один раз завела второе, но все равно у меня очков больше, чем у моих соперников. Надо ездить по разным городам, участвовать, не бояться, вот это самое главное. В картинге нельзя быть слабым, нужно постоянно качать пресс, быть сильным. Хоккейный клуб «Северсталь» принял важное кадровое решение. Команда в двух выездных матчах в минувший уикенд набрала три очка. Подробности хоккейных выходных в репортаже Владимира Сентяброва. Из трех последних матчей червовецкие хоккеисты выиграли два. И хотя они по-прежнему на последнем месте западной конференции, отставание от зоны плей-офф заметно сократилось. Перед тем, как отправиться в выездное турне, «Северсталь» уволила генерального менеджера Владимира Соколова. Точнее, было принято решение о расторжении контракта. Это по обоюдному согласию сторон. Владимир Соколов взял на себя вину за неудачный старт в чемпионате. Знали в день игры, когда мы играли в турне, но мы это не решили. Для нас только в игре, хоккей, мы не решили эти вещи сейчас. Лада накануне матча с «Северсталь» занимала последнее место в чемпионате и осталась без главного тренера. Однако существенной эмоциональной встряски от перемен на тренерском мостике тольяттинцы не испытали. Во всяком случае, в игре этого заметно не было. Мы как рыба об лед бьемся, бьемся, постучали, не пробили и сникли. Первый блюд содержательно играли, забили, не засчитали, обиделись. Счет в матче был открыт на 26-й минуте. Павел Бучневич подкараулил отскок шайбы от вратаря и забил свой гол в третьем матче к ряду. Минимальное преимущество Череповщине бережно сохраняли в оставшееся время. Незадолго до финальной серены Максим Трунев отправил вторую шайбу в ворота автозаводцев, забив свой первый гол в сезоне. В итоге 2-0, вторая подряд победа «Северстали» и первый сухой матч Якуба Штепанака. В Казани в игре с Акбарсом «Северсталь» пропустила уже на исходе второй минуты матча, причем хозяева площадки реализовали большинство. В середине встречи череповчане отыгрались. Дмитрий Кагарлицкий совершил сольный проход и послал шайбу под перекладину. В третьем периоде казанцы снова вышли вперед, а затем при игре в большинстве «Северсталь» пропустила контратаку, и третья шайба оказалась в воротах череповчан, хотя арбитры убедились в этом только после долгого видеопросмотра. В итоге 3-1 победа Акбарсом. «Северсталь» завершит выездную серию игрой со «Спартаком» 22 сентября. Московский клуб в последних играх резко прибавил, но пока соревнуются с череповецкой командой за право не быть последним в западной конференции. Пока москвичи имеют на одну очку больше. А следующий домашний матч «Северсталь» проведет 27 сентября против «Югры». Трансляцию этой встречи смотрите на Первом городском. Владимир Сентябрёв, новости. Сейчас прогноз погоды, затем новые эпизоды сериалов «Анатомия страсти» и «Черчилль». На сегодня это вся информация. Увидимся. Поиск «Бегам» активирован. Дрель дёшевая. Поиск выполнен. Аккумулятор на дрель-шуруповёрт «Бош» всего 5890 рублей. Подробности на сайте бегам.ру Оденься по выгодной... Продолжение следует...